Здравствуйте и добро пожаловать! Надеюсь, что в этот раз камера будет писать нормально. Это вторая видеоэкскурсия по башне и окрестностям, которую я записываю. Очень сильный ветер, поэтому я постараюсь говорить поближе в камеру. Может быть, в итоговый монтаж я вообще беру весь звук и поставлю озвучку из шоу Бенни Хилла. Все становится лучше, когда играет музыка из Бенни Хилла. Здесь ребята разрушают пристройку, и эта работа... Ну, не то, чтобы близиться к завершению, но она кипит, потому что это всех увлекает и дает кучу ценных материалов на выходе. Машите рукой в камеру. Молодцы. Здесь вот был обнаружен контейнер. Нормальный такой контейнер, распиленный на части. Возможно, один из соседей его купит. Ребята заработают. Работайте, работайте, фигливые. Идем дальше. Здесь вторая половина той же пристройки. Сами видите, в каком она состоянии. Давайте поднимемся. То же самое. Вид сверху. Сейчас будет еще более сверху. Бесславно пропавшая вывеска насчет летнего кафе. Тут оказались окошечки. Бардак, бардак. Хламье, бардак. Собачка вот. Собачку зовут Муха. Это все тоже капитальное здание, которое мне мэрия продала вместе с башней. На мой взгляд, отлично построенное капитальное здание. Ладно. Давайте пойдем вовнутрь. Так. Добро пожаловать внутрь башни. Сейчас я гу-прошечку получше возьму. Привет, гу-прошечка. Младший мой Евгений здесь устроил парковку. Мопед не мой. Я просто временно его пока разместил. Здесь вот видны площадки, которые станут основанием для лестничных пролетов. Я даже вчера уже пробовал примерить. Но там оказался мучительный фейл, связанный с размерами. И мне еще предстоит это исправить. Пойдемте наверх. Вот первая лестница, по которой нужно вскарабкаться. Вскарабкаться, вскарабкаться. Чтобы оказаться на втором этаже. Здесь у нас пока что просто склад материалов. Ну, в основном, конечно, металлопроката. Как вы сами видели, соседи с огромным удовольствием растаскивают все металлическое, что находят. Потому что металл можно сдать за деньги. Вторая лестница. Сейчас я перехвачусь. И вот мы с вами уже на третьем этаже. Здесь уже пол довольно давно застыл. Поэтому бетоном можно спокойно ходить. А вот над нами залито еще не все. И здесь еще стоят подпорки и опалубка, которую нужно снимать и доделывать пол четвертого этажа. Собственно, давайте по третьей уже лестнице. Заберемся на четвертый этаж. Вот. Это совсем свежий бетон. Я пока не рискую по нему ходить. Хотя, по идее, он уже достаточно схватился для того, чтобы выдержать мой вес. Это будущая ванна. Здесь невысокие потолки будут. Зато будет иметься окошечко с видом на томе. По-моему, это прекрасно. Здесь вот видны свежие кирпичи, свежая кладка, которую мы делали в январе в жуткие морозы. И ради этого пришлось греть башню. Так, это у нас уже, если я ничего не путаю. Раз, два, три, третья, четвертая лестница. Я запутался. Ну, как бы то ни было, мы с вами оказываемся на пятом этаже. Пятый этаж. Это жемчужина нашей коллекции. Большой объем. Площадь пола около 42 квадратных метров. Закончив металлокаркасы, мы пока начали работать с бетоном. Но все равно мне здесь очень нравится. Вот, кстати, вид вниз. И здесь можно лестницу посчитать. Раз, два, три, четыре. Четыре лестницы мы преодолели. И впереди еще ожидают. Надеюсь, что в этот раз освещенности хватает, чтобы вам было все видно. Вот, это старая лестница, и 118 лет нам пришлось ее распилить на полторы лестницы, для того, чтобы сделать каркас. Сейчас очень важно здесь правильно пролезть, и при этом не упасть. Так. И вот это шестой этаж, будущая спальня, с будущим балконом, с будущим санузлом, с будущим всем. И по той же старой лестнице мы с вами сейчас должны вылезти на чердак. По ней уже страшно лазить, надо ее поскорее убирать. И добро пожаловать на чердак. Здесь сильный ветер. И возможно, что меня плохо сейчас будет слышно. Но, в принципе, главная картинка. Как это? Одно изображение стоит тысячи слов. Мы здесь старались прибраться. Но, конечно, надо еще наводить порядок, убирать опилки, куски досок, куски железа кровельного. Это вот место, откуда мы сбрасываем все вниз. Вид на пристройку. Вид на хозяйственных соседей, которые растаскивают доски. Видите, какая куча досок уже лежит у человека в ограде. Это ему дров на несколько месяцев, наверное, хватит. Молодец, Сережа. Сейчас будут две самые страшные лестницы. Очень важно их правильно преодолеть. Сейчас я вас поставлю вот сюда. А сам попробую аккуратненько залезть. Ни за что не зацепиться. Вот. Это мы с вами находимся внутри восьмерика. И, казалось бы, вид уже очень неплохой. Но я сейчас организую вам вид еще лучше. Я не уверен, что меня слышно из-за шума ветра. Но, тем не менее, сообщу, что сейчас мы с вами находимся на самой вершине башни. И отсюда открывается действительно клевый вид. Я, в принципе, не знаю, что еще можно сказать. Но, наверное, только процитировать классика. Весь мир на ладони. Ты счастлив и нем. И только немного завидуешь тем, другим, кто еще не купил себе эту старую водонапорную башню. Клево же, да?